27 марта праздничное представление «Весь мир театр» состоялось в Вологде в Драматическом театре. Сначала гостей на входе встречали свисты – свидетели Станиславского. Он есть! Система Станиславского живет мы! Свидетели Станиславского! Мы верим в театр и верим в него! Это наша религия, это наша вера! Пройдите в зал и вы проверите, как верим в него мы! Драматический театр, театр для детей и молодежи, театр «Кукол-теремок», камерный драматический театр, театр «Каберэ-арт-реприза» – все артисты на одной сцене. Увидеть своих любимых актеров вместе смогли в Алакжане во Всемирный день театра. Добрый вечер, почтеннейшая публика! Добрый вечер! Именно Константину Станиславскому и был посвящен этот вечер. В 2013 году отмечается 150 лет со дня его рождения. Роль мастера исполнял артист драмтеатра Дмитрий Мельников. Несмотря на такую почетную роль, Дмитрий признался – артисты – это простые люди. Да вы знаете, артисты, они вообще очень похожи на остальных людей. Любят отдыхать, любят работать. Что больше любят, не знаю. Каждый артист по-своему отвечает на подобные вопросы. И это не только праздничный день, когда можно принимать поздравления от коллег и поклонников, но и повод подвести итоги. За этот год Вологодские театры подарили зрителям новые спектакли. Например, в мае 2012 года состоялась долгожданная премьера «Гамлета» в драматическом театре. «Гамлет» мы репетировали очень долго. Я сейчас точно не помню, но около полугода, так приблизительно. Работа была, конечно же, интересная. Это была первая работа в этом театре, моя. Потому что уже скоро будет два года, как я здесь работаю. И, конечно же, ни о чем не жалею. Да, наверное, все роли хотел бы сыграть. Интересно, главное, чтобы это все было. Еще на праздничном представлении, посвященному Всемирному дню театра, подводили итоги конкурса за лучшие роли года. Одна из номинанток на премию имени Марина Щуко за лучшую женскую роль – актриса драмтеатра Анастасия Задорина, сыгравшая Екатерину в спектакле «Гроза». Не волнуюсь. Я вообще очень спокойно отношусь к номинациям и к каким-то премиям. Считаю, что для меня большое удовольствие работать просто для зрителя, нежели за какие-то награды и премии. В итоге награды получили Николай Акулов – драматический театр, Владимир Бобров – театр для детей и молодежи и Алена Данченко – театр для детей и молодежи, которая также завоевала и приз зрительских симпатий. Поздравить своих любимых артистов этот день пришли и сотни вологжан, которые не представляют свою жизнь без театра. Вообще в театр надо ходить хотя бы раз в месяц, это уж обязательно. Смотреть обязательно что-то новое, интересоваться, потому что мы не Иваны, не помнящие родства. Но отдыхать долго, несмотря на праздник, артисты не намерены. Впереди новые спектакли, лучшие роли и встречи с любимыми зрителями.